Я приветствую всех наших зрителей. Сегодня понедельник, и это значит, что в эфире очередной выпуск программы «Доживем до понедельника», как обычно в студии Григорий Гельфер, Евгений Гендин и Елена Кальянова. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. И напоминаю, 370-3101, прямой телефон нашей студии. Ждем ваших звонков, ждем вашей реакции на обсуждаемые нами темы. И у нас также интернет. И фейсбук, пишите, пожалуйста, в фейсбук. Страницу мы сейчас увидим на экране, где мы в прямом эфире, в режиме сейчас 18 часов 30 минут, мы ответим на ваши вопросы. Прослушав обращение городского головы. Да, поспорим с городским головой и так далее. Ну, что я могу сказать? Днепряне. В очередной раз в городе праздник, и в очередной раз, к сожалению, не для всех. Ну, праздник, для кого-то праздник, события, события, для кого-то нет. Ну, в общем-то, мы склоняемся к тому, что все-таки это событие положительное. К таким хорошим событиям принято делать подарки. Он у нас, у вас есть. Да, мы всегда заранее подарки готовим. Ну, у нас есть такой музыкальный клип, он не о переименовании Днепропетровска, он о переименовании вообще. Вообще. Ну, полезная вещь. Я хочу... Я скажу, что кусочек только видит, а все остальные... Да, сегодня он расходится интернетом, он выложен на различных сайтах, ТСН, ЮЭ, он, возможно, будет показан на телеканале 1 плюс 1, в Фейсбуке на наших страницах можно увидеть. Я хочу сказать, что текст мы еще написали с Григорием Гельфером в январе и феврале, а что интересно, точку в монтаже, монтажную точку поставили 19 мая, в день когда... Да, это так совпало, это так совпало, хотя для меня там Днепр, я уже декоммунизировался несколько лет назад, у меня название Днепропетровска как бы не было для меня сакрами. Ну, детка это Днепр, да. Детка это Днепр, и 19 мая мы свою монтажную точку с помощью режиссера Генния Вагнера поставили. Поставила ли история монтажную точку, мы посмотрим. Ну, это большой мюзикл, бродвейский такой фрагментик, мы вот дарим нашим программам. Да, можно в эфире нам показать фрагмент. Внимание! Начинаем мы, друзья, общественные слушания. Есть в стране у нас закон по замене всех имен тех городов и улиц, Что когда-то обманулись и были названы в честь Тех, кто гадами есть. Город наш не ест, не спит неравнодушно, он бурлит, идет процесс И есть уже прогресс. Из улиц Кирова трехсот осталось пять, и те вот-вот, а Кассиор, там уже забор. Ленина мы так перекопали, что там будет улица, едва ли. Сегодня же на повестке дня улица Козюлькинская, как и есть. Мнение, друзья? Ну, я считаю, что... Да зачем оно надо? Да это ж дорого! Прошу! Просит! Да, смотрите, есть такой рояль в кустах, у нас тоже есть подарок, я покажу. Вот такая замечательная футболочка, дизайнер Сергей Белый, автор вот этой, ставшей уже знаменитой рыбки из Днепра, вот видно, да? В единственном экземпляре такая футболочка презентована нашей программе. Давайте послушаем комментарий автора, а потом расскажем, что мы будем делать с этой футболочкой. Я его с детства называл так, сколько себя помню, я и мои друзья называли его только Днепр. И вот возникла такая вещь, да, тут даже нет особого двойного смысла, тут просто ирония такая, да, мы живем в Днепре. И даже по-английски звучит гораздо лучше. И логотипы делать, конечно же, комфортнее и аккуратнее, когда это звучит просто Днепр. Странно и непонятно, почему люди не уловили иронию, а решили, что я действительно рыба и я живу в Днепре. Ну, ну и ладно, это даже забавнее. Вот хочу подарить эту футболку программе «ДЖВМ до понедельника» и самому юмористично-ироничному человеку нашего города, Евгению Гензину, который является юмористическим авторитетом нашего Днепра. Ну что, авторитет? Вот так вот раздор, раздор вносится в дроби. Тебе подарили, а решается, как будто бы, да. Я такой благодаря Гельферу. Нет, нет, нет. Ну что, это он меня еще обидел, что он такой, оказывается, благодаря. Подождите, вообще это благодаря 9 каналу. Я просто думаю, что, чтобы Гензин особо не возносился, да и размерчик, по-моему, как-то. Размерчик универсальный. Я просто думаю, что мы должны эту футболку сделать неким таким призом. И просто вот на нашу страничку в Фейсбук, кто лучше всего напишет, чем хорошо жить именно в Днепре, вот кто такое маленькое сочинение сделает лучше всех, тот и получит эту футболку в подарок от нашей программы. В стихах, в прозе, как мы определяем? Что? Неважно, главное качество, мы поймем. Вот тут жесткий вопрос сразу же, тут же перед программой было выступление мэра, нам пишет Тим Желдок. Пытания в прямой эфир. Счет с Филатова, Вин захворив, счет за пресс-конференцией, задний ход по параименованию. Вин теперь слуха и Вилкула. Но я от себя отвечу, что там было главное слово, все равно изменение необратимо. Это все понимают и понимают, как бы это Филатов. Что касается меня, я внештатный советник городского головы по культуре, я категорически против того, что говорил мэр Горг... То есть я против обращения к Порубиеву и так далее. Я понимаю, как надо маневрировать, но я лично там как бы приложу все силы, свои слабые. Я думаю, что это все бессмысленно. То есть я не согласен с тем, что говорил Филатов перед Вилкой. На самом деле мы можем понять Филатова, потому что на самом деле, если по статистике, я думаю, что все-таки большая часть людей не готова еще к тому, что наш город переимен. Но мы будем ориентироваться не на большую часть, а на более как бы вот... Да зачем оно надо, как в клипе. Ну то есть мы будем ориентироваться на будущее. Мы понимаем, что в общем-то это вопрос. Я думаю, что когда Екатеринослав переименовали в Днепропетровск, очень много людей было против. Мы переименовали. Я думаю, что в этой категории людей, о которых ты говоришь, о которых многие против, очень большой процент людей, которым все равно. На самом деле три категории. Люди, которые рады переименованию, приветствуют. Люди, которые против. И люди, которым все равно. Вот я лично не очень понимаю людей, почему люди против. Но они так привыкли. Ну это же консервативно... Ну и я тоже привыкла. И я, наверное, еще долгое время буду называть Днепропетровскому. Ну есть какой-то автоматизм, конечно же. Когда меня спросили, они за слово оргазм нельзя произносить прямо в фильме? Можно произносить. Можно произносить. Показывать не нужно. Показывать не было в Советском Союзе, но это не его заслуга, не Советского Союза. То есть как бы и поцелуи при памятнике Ленина, это не... То есть идеологии здесь нет. Вот привыкли. Давайте эту болевую тему немножко поковырять. Мне просто кажется, если бы ее не раскручивали противники, политики, я имею в виду, мы все прекрасно знаем кто, вот она бы не была такой острой. То есть опять идет подогрев. И вот на мой взгляд, эта тема в очередной раз, она заменила сейчас тему о языках, которая была разъединительной, и она заменила тему о победе, потому что исчерпалась тема. Теперь есть название. Со своей стороны скажу, что я реально рад. Я не буду... Я тоже житель этого города и живу здесь с самого своего рождения и до вознесения, как сказал Гельфер, собираюсь жить. Вот я реально рад. И кармически, я считаю, по ауре мы стали богаче. Собственно, я лично там переименовал этот город для себя везде, там пишу, и в афишах мы даже Лиге Днепровской всегда уже писали не про остальную формальность. И, кстати, в маркетинге ребрендинг считается хорошим знаком, это движуха, новое дыхание. Я понимаю, что это процесс болезненный. Ностальгия, я родился в Днепропетровске и так далее. Самое главное, надо сказать, на чем спекулируют, паспорта в Силе остаются. Да, на материальной части. Документы в Силе, пенсионные студенты, документы на машину, даже на Бентли, все остается это в Силе. За это изменение только юридических лиц в уставную деятельность, и то это бесплатно, согласно законодательству. Народ еще призывает о деньгах, конечно. Это неправда, и на этом спекулируют, там, Вилкул, и все это. Я еще не закончил. Я вот, особенно меня добивает, когда люди в таком ужасе про реку говорят. Вот, никого не хочу обидеть, но думаю, что не хочу обидеть, хотя не знаю. Вот, но мне что-то кажется, что люди в культурном шоке, которые задают, как, как может город называться, как река. Да, я думаю, что вот эти люди были бы очень в шоке и удивлении, что есть и в любви. Только не перечисляй все названия, собирающие городу. Да, учитель географии, он столько речь знает. Я сейчас по сексологии говорю, есть не только миссионерская поза, но и другие. Люди бы удивились, если есть такое. Я не буду перечислять, это же известно. Про Москву все знают. А страны, Парагвай, Парагвай, Конго, Нигер, Сенегал, это все реки. И вот этот вопрос делал, у нас там персонаж клепит, дел важнее, нет, чешу. Все, а реформы настоящие, это все же, кто сказал, это всегда будет не ко времени. Но все же можно делать одновременно, значит, а можно одновременно ничего не делать. Поэтому я от себя, как горожанин, я поздравляю вот с этим шагом города. И я хочу сказать, что очень характерно, ну какая была реакция, вот скажем, в России, да, там вот Мария Захарова, знаменитая такая танцовщица Калинки, которая в МИДе там работает, она сказала, что 247 зомби, значит, вот проголосовала вот так. И наш, ну когда-тошний земляк, да, там Анатолий Вассерман, он сказал такую вещь, что вот типа это неправильно, потому что Днепр это слишком, ну вот как бы много для всей Украины, все это досталось одному городу. Я считаю, что в этом и есть кайф. То есть мы, по сути дела, в общем-то, монополизировали там, ну ключевую, так сказать, бренд Украины, да, Днепр. То есть Днепр это главное в Украине, мы называемся тем, что в Украине главное. Это, мне кажется, очень здорово, и надо теперь просто... Ну они Самару нашу монополизировали. Ну, да. Ну я просто... Отнимем вместе с Крымом назад вернем. Да, поэтому я считаю, что это название многообещающее, ну хотя были там Кобзон, дай бог ему здоровье, и поменьше концертов он сказал, что это просто Коломойский сделал неправильное обрезание, там, ну Кобзон в этом понимает. Живых людей. Нет, ну я просто говорю, это же тоже когда-то был, он был почетным гражданином города Днепропетровска, а у города Днепр тогда будут другие почетные граждане. Это же надо все перефарматировать. Все пропало. Ну я тоже, в общем, считаю, что название свежее, название нормальное, название, которое нравится. И понимаю, что кому-то действительно это болезненно, но это тот случай, когда история должна двигаться. Бывает большая часть населения, а бывает, ну, я не хочу говорить больше... Понимая тем, что история или чем. Ну, люди привыкли, понимаешь, ну, аргумент, но люди ко многому, люди привыкли взятки платить, в отличие от всех, кто здесь, здесь люди. Люди много чего привыкли. Ну, мы не привыкли, каждый раз платили, так неприлично. Нашим детям, внукам, как бы здесь жить, это Петровск. Не говорят просто с рыночной точки зрения, не все меряется рынком, но тем не менее для иностранцев, Днепр, Петрск, вот это, Днепр, есть Днепр. Тут апеллирует к себе телезритель Михаил Бабенко, ты сказала, три группы людей. Вот он пишет, я из четвертой группы за переименование двумя руками, да только не в Днепр. А, в другое, ну да, правильно, согласна, есть другие варианты, конечно. Но я скажу, что нам еще повезло, вот ты упоминал эту клоунессу из МИДа российского Захарова, которая смеется над нами, там, Ковзона, там, министр транспорта еще говорил, пусть украинцы сами платят. Ну мы слушаем россиян в данном случае, пусть группу Ленинград переименовывает. Не, ну пусть у них есть чего переименовывать, как можно в великой стране такие, нам еще повезло, Днепр название классно, как в великой стране они терпят такие названия, несколько переименовывать. Или не переименовывать. Да, Большая Пыса, в России есть, но Большая Пыса, Лохова, Московская область, Овнище, как можно жить в Овнище, Тверская область, Ломка, Нижегородская область, Верхняя Зачатья, ты не знаешь, чем разница, Верхняя и Нижняя Зачатья? Наверное, видимо, есть, и вот это там сообщится, знаешь. Подготовься к следующей передаче, Цаца, Козявкина, Дураки, Козлы, Машонки, Добрые Пчелы, мне это нравится, ну и мое любимое, это поселок Такое на Захалине, вот такое, и, конечно, дно, Московская область. Украина, правда, есть своя лысая балда, вот у Украины, в Хорватии слизь, в Мичигане ад, в Германии есть... Я говорю, учитель, где... Я бы, да. А у Тепла в Нигуришне у нас, ну, затем... В Германии есть петинг, между прочим, петинг в Германии... Там и факинг есть, между прочим. Ну, да, но если 40 минут отъехать, то факинг в Австрии, Лена, факинг в Австрии, не перепутай. Это совсем рядом. Но самое главное, хочу в заключение сказать, что счастье у нас в Украине, оно трудное, приходится его отбивать вот в Луганской области, но счастье в Украине, тем не менее. Ну, оно настолько трудное, что вот проблема с переименованием, она плавно перетекла вот в проблемы перевода. Как называть теперь жителей? Вот мы теперь Днепр или Днепро, почему-то, откуда-то возникло Днепро? Все сложится. Откуда Днепро по-русски, всю жизнь был Днепр по-русски, почему-то появился Днепр? Алена, ну, называй, как ты называла, ну, кто тебя, давай вот... Это Днепр, и вчера, я просто хочу сказать, что вот вчера в Днепре, например, был такой спортивный праздник, да, там, хотя многие говорили о том, что есть проблемы там с логистикой, с добиранием откуда-то, куда-то, наверное, они были, но все-таки это был полумарафон, это... Марафон. Да, да, марафон, да, дистанция 21 километр 975 метров. Это, в общем, такая известная история, ну, спортивная, да, там есть и в Праге, есть и в Берлине, и в Лондоне, да, то есть вот эти полумарафоны. Есть и марафоны? Нет, марафон, это история отдельная, это, значит, там, где-то за 500 лет еще до нашей эры, когда греки победили персов, значит, в битве при марафоне... Ну, ты сейчас и до Олимпиады дойдешь. Нет, подожди, он прибежал в Афины, там, он пробежал, там, 42 километра с какими... 195 метров. Да, 195 метров. Прибежал, сказал, греки, мы победили, и умер. А полумарафон, это мы еще никого не победили, но, слава богу, еще никто не умер, это нормально, я считаю, пусть развивается. На самом деле, подавляющее большинство людей, даже те, кто не участвовал, позитивно. То есть, когда отнеслись... Полторы тысячи человек бежали. Да, позитивно отнеслись. То есть, когда там, где города, там, или прочее, когда с пивом, там, куча перегораживала, вот это вся, это, там, алкашня, это, как бы, считается нормально. А тут ради здорового, то есть, я не бегал, но... Я убежал из города на 42 километра, нормально. Уехал или убежал? Нет, нормально, я знаю, что, как бы, болели за это дело люди и спортсмены, и филатов, и так далее. Что, интерпай бежит, все бегут, да? Вот если филатов, как бы, в этом заявлении у Порубе какой-то попыткой заднюю или объяснять, с Днепром не прав, я не согласен с ним, что говорит, то марафон, я его, как бы... Полумарафон. Ну, и хорошая была организация, я согласна, тут с мэром абсолютно, спасибо всем, безопасно все было, но вот не все радужно в нашем городе, есть хорошие события, есть плохие, и у нас славно известный наш переход на Слобожанском проспекте, он уже стал трагичным, потому что одна смерть уже зафиксирована. Опять-таки проблема там, не всегда работает вот этот подъемник, который эскалатор, поэтому люди либо идут пешком по ступенькам, либо перебегают дорогу, интервал 7 минут, 7 минут никто не хочет ждать. Была вот эта акция, там ходила смерть с косой, активисты призывали людей быть бдительными, выполнять правила дорожного движения, посмотрите завтра в программе новости 9 канала. Я бы обратилась к городской власти, верните назад режим работы светофора, коль уж нет возможности регулярно работать эскалатору. Если нет, значит пусть светофор работает там в двухминутном режиме, в трехминутном, чтобы не было вот этих больших перерывов, и не все такие терпеливые. Для этого и проводятся. Горькая ирония, да. Новости, конечно, у нас абсолютно разные, к которым есть сакраментальная фраза «это жизнь», и слава богу, что это жизнь. Может быть, давайте, а давайте, или это тупое предложение с поэй стороны? Тупое, тупое, тупое. Но тем не менее, может, давайте обсуждать хорошие новости, а то засудят нас или засадят, Лена, засадят. Засадят куда? Ну, это в России так, вот один россиянин русский, но у нас, слава богу, свободная страна. У нас клумбы не засадят. Да, он подал на поисковую систему Яндекс на миллион рублей иск за то, что, дескать, когда он пользуется почтой и поисковиком Яндекс, значит, у него, когда он видит, читает заголовки, вот когда он видит заголовки, у него стресс. И у него от этого ухудшается здоровье, волосики выпадают, и в больнице поставили диагноз, ну, не импотенция, но андрогенетическая аллопеция, пляшивость, ну, как у Путина, в общем. И он написал в иске, так как современная жизнь в мегаполисе полна стрессов, пробки, мало солнечных дней, кризис в стране, а еще нагнетание в Яндексе, типа, дайте лимон, буду лечиться. Вот надо и нам, может быть, только положительные новости, там, выросли надои в Магдалиновском районе, Борис Филатов открыл, там, консьерв, не знаю, или будем разные новости. Засадил клуб, но больше? Я, вот, например, очень огорчился, я прочел такую новость, что Верховная Рада, наша, в Украинской Верховной Раде, прекратила существование... Уточнение очень важно. Да, да, временно созданная комиссия по будущему. У нас была такая комиссия, ее возглавлял там от Сама Помичи Алексей Скрипник, да, а Таруто был его заместителем. То есть это была комиссия по будущему. Да, вот она называлась так, она даже установила какие-то связи с комиссией по будущему. Может, ты просто не дочитал по будущему? С Финляндией, нет, по будущему Дерибану, нет, именно по будущему. С одной буквой Д? Да. Да, короче, они там установили с комиссией по будущему Финляндии и с комиссией по хорошему, вот, реальному, устойчивому развитию Германии. И на этом прекратили. Я думаю, что комиссия прекратила свое существование, потому что просто будущее пришло. И вот они выполнили свое, они дожили до этого будущего и как бы прекратили. Но на самом деле хорошая комиссия, мне нравится. Я думаю, что они используют зарубежный опыт и готовятся к созданию Министерства Счастья, как в РАДах, там, да, вот, возможно, так. В Бутане, по-моему. Тем более, много положительных, несколько положительных людей уже вот готовятся к этому, таких положительно настроенных. Народная артистка Оксана Белозир уже появилась в РАДе, это вот, продолжая пословица такой, в кумовьях не быть и пива не пить. Один кум ушел, пришла другая кума в РАДу. Один кум, то есть Юрий Луценко, он ушел на должность генпрокурора, а кума Оксана Белозир, президентская кума, пришла на его место депутатство. Она уже там успела конфузиться, пришла с какой-то дорогущей сумкой, там уже везде пишут, сколько она стоит, а сколько она стоит на распродажах. Луценко с более дешевыми ходили. Она не знала, что в РАДе уже это мавитон, это дурной тон, ходить с дорогими вещами и с бижутерией, и аксессуарами различными, уже не модно, уже не ходит. А что она будет делать дальше? Может быть, вот она будет трудиться на пиастерском состоянии. А кумовстве, это еще более научное слово, непотизм, когда это касается власти, вот непотизм, то есть когда друзья или родственники, но не только родственники. Да, но это слово непот, это племя. Да, занимают, извлекают выгоды из сотрудничества с властью. Вот авторитетное знание The Economist, они свой так называемый рейтинг кумовства составили, и они проанализировали источники доходов самых богатых людей, и затем определили отрасли в разных странах, которые тесно связаны с государственными структурами, то есть которые склонны к кумовскому так называемому капитализму. И, наконец, совокупный доход миллиардеров, полученный благодаря связам во власти в процентном отношении к ВВП страны. И с большим отрывом первое место наш злополучный северный сосед занял по рейтингу кумовства. Да, не просто больше. Да, Раша. Да ладно, а Буш старше, Буш младше. 18% ВВП, это вот кумовской капитализм. Украина почетное пятое место, 6,7% у нас в три раза меньше кумовства, то есть куда есть расти. У нас денег в основном меньше. Или падать. Но интересно, кстати, второе, третье, четвертое место. Они по два раза кумовья. Второе, третье, четвертое место Малайзия, Филиппины, Сингапур. Страны с достаточно динамичными экономиками. Наименее кумовской за иконами назвал Германию, где очень небольшая часть якобы бизнесменов связаны с властью, ну, со своей, по крайней мере, властью, может быть, с Газпромом там или прочее. То есть посадить трех друзей у нас это не стало еще актуальным, у нас их, ну, на потоке максимум. А действует вот этот кум моего кума, он мой кум или вот как? Но на зоне тоже есть кум, говорят те, кто там сидел. Конечно. А я хочу о культуре немножко поговорить. Сегодня состоялось такое достаточно знаковое событие. Была презентована работа художественного совета при городском голове Борисе Филатове. Вот. На самом деле, вот даже нам с Гендиным посчастливилось войти в этот худсовет. В худом совете. Да, и Ольга Владимировна Владимировна Владимирова. Она же Владимировна. Да, я знаю. Директор канала. Директор канала тоже. Кумошло. Абсолютно. Скажут, что мы лагируем ваши культурные темы. Вошли многие. Володя Петренко, это театр «Верим», Дима Логвин, «Времена года». На самом деле, Ян Валетов, блогер, писатель. Виктор Викленко, профессор, археолог. Дима Валет, главный архитект. Мы не будем, он небольшой, но очень достойный. И я уверен, что благодаря работе художественного совета мы сможем какие-то культурные вещи в городе правильно лоббировать, акцентировать и внедрять в жизнь. Это раз, а второе из культурного. Я хочу сказать, что завтра и послезавтра Днепровская Лига Смеха. Да, Женя, это ты должен был сказать, но сказал я. Значит, в аэрокосмическом центре приходите, приехали разные команды из разных городов, звездные тренеры. Должно быть смешно. А я вот, можно я вопрос зрительский буквально предвосхищу. А где деньги брать на культурные проекты? А у нас, кстати... А у нас же букв меньше уже. Уже буквы, кстати, сняли. Вот сейчас отвечает знаток Гельфин. Нет, на самом деле, слава богу, вот депутатский корпус этого созыва, он с большим пониманием относится к важности культуры. И поэтому на вот эти культурные проекты предусмотрены определенные средства. И худсовет, это публично работающий орган, прозрачно, вот как раз и для того существует, чтобы все было честно, на виду, достойно и здорово. Это я к чему спрашиваю? А не пострадают ли, например, инфраструктурные проекты? Нет, нет. В сравнении с культурными? Ты еще скажи, не пострадает ли там земельная комиссия или там... Нет, никто не пострадает. Нет, ну... Один день сразу нас разжился. Нет, сама пострадает. Не заберет ли культура деньги там из ЖКХ или... Да, я... И реализации. Ты потом почитаешь вопрос. В культурной столице ни одно животное не пострадало. Ну и слава богу, вот мужчинам виднее. На самом деле мужчин нужно носить на руках, как это уже делают некоторые... Возьми у меня на ручки. Некоторые известные в мире женщины, в частности, вот британская баронесса Мишель Мане, она вот так немножко оконфузилась и во время какого-то приема она приняла 22-летнего вьетнамца, который поднес ей цветы подарить. Она приняла его за маленького мальчика. Вот так он хорошо выглядела, взяла на руки, сфотографировали сразу все это. Вот вы видите эту фотографию. Ну, естественно, вот, да... Это и паспорт, да, надо все подкрыть. Говорят, что там даже жена кричала его, поставь моего мужа на землю. Да, жена его взяла, я видел этот фрагмент, жена его взяла, она его, баронесса, взяла на руки, встала женщина, там, и сказал, поставь его, это типа мой мужик. Да, она потом, конечно, извинялась, там, вот, все это, все это, не знаю, нам очень неприятно, ну, как-то вот лучше наоборот. Не, ну, она написала, постыдные моменты выступаешь, хотя перед трехтысячной толпой, видишь шестилетнего мальчуга, наберешь на руки, он оказывается мужчина. То есть, уважаемые телезрители, особенно женская аудитория, будьте осторожны. Особенно с Витнамцем. Человек на руках, проверяйте, берите человек на руках, у вас может оказаться мужчина, или на поруке, когда берете тоже. Лучше пусть мужчины вьетнамок на руки берут, ну, и других женщин. Григорий Гельфер. Не только на поруке. Что у меня, новости культуры, я сказал, про бессовет, я сказал, ну, что я могу сказать только, что Дональд Трамп потратил 47 миллионов личных денег. на предвыборную кампанию. Дай бог ему здоровья. Но не президентство. А я нас будут опять упрекать, что мы отошли от тарифа, не обсуждаем, и тему тоже не обсасывают. А мы футболку подарим. Я еще раз напоминаю, пишите комментарии. Кто хорошо нам напишет, тот получит футболку. Звонков нет, да? Звонков пока нет. Писали, вот сегодня программа, но, кстати, да, мы недолго обсасывали тему, как бы, переименования Днепра, ее можно бесконечно. Кстати, обсасывать вообще мы меньше. Я считаю, что нужно меньше это обсуждать, а вот забыть об этом мы. У меня очень важная новость, раз у нас такой, если появилось свободное время, хочу сказать, что обсасывать еще меньше нам придется в ближайшее время. Это очень важное событие. Запрет леденцов доктор Мом. Правда? Индийский леденцы, на которых многие выросли, записывайте. В связи с превышением пропил-гидроксибензуата. То есть, если вы, уважаемые телезрители или вы, коллеги, осуществляете торговлю, хранение или даже применяете там во рту эти леденцы доктор Мом, то вы обязаны их вынуть даже изо рта, со складов и вернуть производителю, потому что с пропил-гидроксибензуатом не шутят. Ну, хотя, ну, я не пробовал, вдруг вставляет, я не знаю. Применяйте во рту это очень важно. Ну, правда же, это очень важная новость. Это очень, конечно, важная новость. Я даже не знаю, чем ее перекрыть там. А применять во рту, кроме съедать еще какую-то? И все-таки, давай, полминуты, я хотел еще раз. Мне это важно уточнить. Вот действительно, опять спрашивают, вот что означает заявление Филатова, что он будет обращаться. Я уже ответил, что я не согласен. Я думаю, что заявление Филатова обозначает заявление, ну, как бы нормального, реального политика, который, в общем-то, существует в реальном социуме и должен играть по определенным правилам. Он же хозяйственник. Ну, он мэр города, в котором есть разные имени. Поэтому он должен, в общем-то, выбрать такую линию поведения, которая бы нанесла ему минимальный электоральный ущерб. Не, ну, подожди, ну что, а где же вопросы там, чтобы не только... Это политика. Это же не выборы, правильно? Не важно. Подождите, нужно быть последовательным. Он же был против предвыборных программ. Я хочу сказать, да, в этом плане у Филатова, он не был ее противником, но он никогда не был сторонником. И это, в частности, вызывало достаточно горячие споры. Когда я его там, ну, подначивал, ну, как можно, ну, все уже, вчерашний день. То есть он в этом смысле не был радикальным человеком. Он говорил, я считаю, это преждевременно. Он по-прежнему так считает. Все нормально. А то, что сейчас к Порубию обращаться или... Ну, он считает это преждевременным, обращается к Порубию. Мы уже сняли, поэтому Порубий, наверное, уже нет. Ну, на хранение нельзя же. На хранение. Ну, это все-таки дорогостоящий такой, я думаю, продукт. И вот говорят, что с аукциона, да, будут продавать. С аукциона, да, ну, кстати, это и когда памятник Ленину, в принципе, сносили. Там же где-то хранятся какие-то вот останки. Алабутена Петровского. Да, сапоги стоят, а до сих пор... Можно, вот, хорош, в жизни же она, типа, продолжается. Она просто продолжается. Да, и для меня важное событие, это, может быть, ли использование служебного эфира, как отец, да, сказать. То есть, побегусь... Вы уже лоббируете под совет. Нет, я не буду, я свое... Легу смех, футболки. И, как говорят, есть такое телевизионное слово плохих телевизиончиков, и у нас, волнительные. Но, действительно, очень многие родители сейчас в эти дни моменты такие переживают. И учителя. Да, и учителя, да, выпускные, то есть, в городе. И это, и, слава богу, каждый год это продолжается. Есть медалисты, есть поступающие, и тогда есть последний звонок, есть линейка. Вот, то есть, и вручье, и главное, собственно, для чего люди учатся 11-12 лет, это выпускной вечер, где платьичко, там, туфельки и так далее. Вот, звонок 27-го, последний звонок 27-го мая, значит, в 9 на 0 вручение аттестатов 28-го мая, а в двух школах 29-го воскресенья, это 144-я школа, это еврейская школа, и почему-то сотый лицей, который в нем почему-то тоже не в шаббат вручение. И развлекательная часть только в помещении 25-ти школ, остальные за территорией. Вот мы у нас, например, ладно, мы не будем. Да, выводы и заканчиваем. Да, традиционно медалистов поздравляю 26-го мая. Я, кстати, у Гельфера 26-го мая день рождения, и он медалист, единственный среди нас. Вот, и очень приятно, что больше всего медалистов сдал мой центральный район, ЕС, и мой Жавкиевый, потому что сын у меня Жавкиевый. Соборный. Давайте пожелаем. Соборный, Соборный. Какой Жавкиевый? Всего заканчиваем. Ты еще скажи в Гюбропетровск. Вывод, что всего 4473 наших выпускника заканчивают школу, пожелаем удачи, и пользуясь эфирным положением и тебе, Леша Гензин, удачи. Доплатят за эфирное время, будешь ты. И всем нам удачи в городе Днепре, в прекрасной стране. Поздравляем вас с выпускником. Спасибо за внимание нашим зрителям. Доживем до следующего понедельника. Надеюсь, будут хорошие новости. Оставайтесь с нами. Обязательно. До свидания. Пока. Детка, это Днепр. Демоны. Демоны. Двадцать. Просто лучше два гостя. Двадцать. Зачем гости? Двадцать. Вы же хозяева. Вы же хозяева. И со мной два хозяева. Двадцать. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...